Пожалуйста, разъясните, будет ли идти улучшение в этой жизни, если мысленно просить прощения перед теми, кого обидели в прошлых жизнях, даже не знаючи об этих людях в этой жизни? Благодарю за ответ. Моя в этом позиция такова, что это немножко прощение-прощение немножко напоминает фальшивую идею христианства. Просите вам, типа дадут, молитесь и отвалят кусок побольше. Для того, чтобы у вас ситуация в жизни изменилась, вы должны что-то переосмыслить, чтобы ваша природа изменилась. Потому что вы, может быть, например, воровали, и потом просите прощения у всех, кого вы украли. Ну, воруйте дальше. Так это вечный процесс. Это получается такая хитродемоническая штука. То есть, сначала вы гадите, потом якобы вы раскаиваете. Поэтому, если вы попросите прощения у всех, кого вы сделали, понимаете, ну, в принципе, неплохой этот факт. Но если у вас внутри нет перемен, в вашем сознании ничего не поменялось, по сути, то толку только будет мало. Ваша кармическая ситуация меняется не потому, что вы признали какую-то вашу проблему. Хотя это хорошо, если вы признали, например, что вы поняли, что делать неправильно. То, что вы приняли решение, что вы это больше делать не будете, и показываете это своими мировоззрениями на своих поступках. Если эти поступки есть, если мировоззрение что-то поменялось, то ситуация на кармическом может меняться. От того, что вы просто просите прощения, но мало что поменяется. Ну, это просто слова. Слова о том, что вы вроде как понимаете, что это неправильно, и как бы раскаиваетесь. Но раскаивание всегда показывается как на ваших поступках, на изменении вашего сознания. Если этого не происходит, то ваше раскаяние, по сути, эффективное. И оно практически ничего не изменит. То есть это не изменит настолько, чтобы что-то в значимой степени поменять. То есть вы потратите определенные силы, то есть вы потратите время, но практически ничего не поменяете. Поэтому нужно искать причину проблемы, осмысливать ее, менять мировоззрение, и показывать это на своих поступках. Тогда вы действительно изменяете ситуацию. И сам факт, что у кого-то, предположим, просите прощение, будет как бы одним из подтверждений. То есть сама технология прощения-прощения, это отголосок лживой традиции христианства, когда достаточно просто у кого-то что-то поклянчить и как бы покаяться. Покаяться, но не изменив. Был такой фильм русский, не помню про что, в советские времена снятый. Там был какой-то там дворянин, нанимал какого-то там мужика, нужно было кого-то там убить. Не помню, хорошего, плохого. Он спрашивал, ну как это ты пойдешь, там делаешь, там тебе не сложно. Да, это убить, это полная фигня, отмолить там, это на два счета можно. То есть человек, как бы, в общем-то, не понимает, что такое, в общем-то, раскаяться, да, и думать, что ты кому-то там помолишься, то вот твой, как бы, вот грех там уйдет. То есть он мог увидеть, что ты, типа, вроде молишься, и, значит, тебя может не наказывать. То есть это в прямом смысле нарушение самого принципа раскаяния. Поэтому, что это раскаяние у вас есть, в этом раскаяние показывается на своем мировоззрении, на своих поступках. То есть с этого нужно начинать. А сам процесс, вот, в общем-то, попросить прощения, это, как сказать, ну, это как пыль стереть с ржавой машины. Ну, пыль вы стерли, но это принципиально ничего не меняет. Если это подтверждение того, что вы хотите сделать, если это начальная точка от остальных поступков, ну, это хорошо. Это не что-то принципиальное. Потому что вы доказываете то, что вы другой, именно своими поступками, именно своим мировоззрением. И это сверху сразу видят. И хороший вопрос, как же должны проявляться эти поступки в жизни. Допустим, вы в прошлой жизни были военным, и вот велась война между государствами. И вы нападали на другие государства, убивали людей, и, допустим, оставили, не знаю, 100 тысяч сирот, убив их родителей. Вот в этой жизни раскаяния мало, понимаете? Если в этой жизни вы, допустим, возьмёте, организуете детский дом, и 100 тысяч сирот из других стран, городов соберёте в этот детский дом, дадите им хорошее воспитание, вот тогда у вас конкретно изменится кармическая ситуация. То есть всё, что вы сделали, вы должны компенсировать поступком такой же равной значимости, а даже ещё и больше. А вот это ещё и больше маленькое дополнение сверху и будет являться вашим извинением. Регорий, добавишь что-нибудь? Я бы так сказал, вот осторожней с фразой немножко, может, там надо осторожно говорить по поводу других стран. То есть если вы хотите помогать людям, вы можете помогать и в своей стране. В каждой стране достаточно людей, которым, в принципе, нужно помогать. То есть, например, те, которые стали сиротами, они тоже не случайно стали сиротами. То есть если вы с сиротами в своей стране работаете, этого достаточно, потому что, например, вот вы живёте, так положим, в России, им не нужно набирать негритят и строить для них в России детский дом, и за ними китай-чат набирать, это делать не надо, и в этом для вашей страны будет только проблема. Потому что зачем разбавлять свою генетику тяжелованной кровью, которая еще по качеству ниже. Ладно, вы взяли европейцев белых, бездомных детей, предположим, из Польши, в тех странах, где они потенциально есть, в Сербии, хотя не знаю, есть ли они там, это еще одно. Потому что не нужно набирать свою страну, представители, скажем, других народов, это проблемы принесет. Ситуация в том, что, например, если у вас был сильный характер, вы были воином, но вы забыли кодекс воина. Войн не убивает просто так, потому что ему сказали. Вы были хорошим генералом, у вас два государства друг с другом воевали. Короли этих государств не заботились об интересах народов. Они заботились о том, чтобы вырывать побольше ресурсов. Вы, как верный слуга, преданный слуга своего короля, мочили солдат, мочили людей другой страны. То есть это не нужно было народам. Просто вы верный генерал своего командира, и вы не задумывались, что вы делаете. У вас появляется карма убийцы, соответственно. И не важно, кто-то больше немножко прав, кто-то меньше немножко прав. Вот в этой жизни вы будете помогать людям выживать. То есть того, кого вы решили, предположим, кого-то решили родителей, вы будете их воспитывать. Кого-то решили куска хлеба, вы будете кормить благотворительную организацию, создадите. И не такую, как, например, у Сороса, который якобы прививки делает бедным, несчастным. Как благотворительная организация, на самом деле, людей травит, убивает. Настоящая благотворительная организация, которая будет в действительности помогать людям. Соответственно, что вы делали в уничтожении, в этой жизни вы будете делать противоположное, исходя из собственных внутренних посылок. То есть вы через это показываете, что вы изменились. В прошлой жизни нападали, в этой жизни защищаете. В прошлой жизни оправдывали, в этой жизни заботитесь. А форма? Ну, форма какая угодно. Есть некое соответственное количество. На самом деле важно то, какое количество людей вы поможете. Важно ваше усердие, ваше намерение, ваше стремление. Если вы покажете через свои поступки, что вы меняетесь, что вы перестаете быть опасным для этих людей. То есть вас наказывают кармические ограничения, не потому что кто-то там хочет, скажем, вам отомстить, а потому что вас останавливает, что вы не уничтожили этот мир и дали другим душам развиваться. То есть если вы выходите за грань этого понимания, вы становитесь опасными. Чтобы эту опасность остановить вас ограничивают. И, скажем так, тонкий мир, он не пытается вам отомстить. Он пытается просто дать возможность и другим людям, и вам самим развиваться. То есть эти ограничения только для вас самого, они и созданы. Поэтому, если вы показываете, что вы изменили, что вы другой, что вы к этому серьезно относитесь, вам дадут возможность как бы все изменить, то есть снять с вас какие-то лишние ограничения, дать вам возможности какие-то в будущем для развития, для самореализации. Но вам это нужно очень конкретно показать. Не показать для того, чтобы искупить перед кем-то вину, а для того, чтобы измениться в своей сути. Если вы это показываете, то это видят и дают вам возможность для этого изменения. Потому что зачастую воевали люди и даже показывали какие-то подвиги боевые, но они занимались вещами, которые не нужны, например, людям, а которые защищают интересы какого-то правителя, какой-то системы, какой-то отдельно взятой группы. То есть человек может искренне воевать за какую-то идею, только эта идея бредовая, как Христовой поход, освобождение гроба Господня. Кто вас просил? Господь просил его гроб освобождать, и вообще непонятно, кто в этом гробу есть. То есть есть бредовые идеи, и некоторые люди даже искренне идут этим заниматься. Был такой фильм, видео в интернете, там был какой-то американский мальчик лет 20 с копейками, его послали воевать, по-моему, в Ирак. Он говорит, почему они в меня стреляют, я же пришел им в демократию нести. Он искренне верит, что он несет в Ирак демократию. То есть ему внушили, он как дурачок, верит, что приходя в чужую страну, бомбяя и убивая людей, он несет демократию, он им помогает. Он очень удивляется, почему они к нам так относятся. Поэтому зачастую люди, которые во имя какой-то идеи воевали, убивали кого-то, думали, что они во благо воют. Ради того, чтобы Китай был великим, давайте-ка окружающие народы под себя подомнем, ради величия Китая, вроде идея такая, или неважно, величия Англии, величия Франции. То есть паразитизм во имя какой-то фальшивой идеи. Поэтому вам нужно еще сознать, чем вы занимались, и чтобы у вас этого больше не было. Через свои поступки, что вы начнете помогать людям, вы показываете, что вы можете быть адекватным. Если вы показываете, что может быть адекватным, он покажет ваши ошибки, тут возможность их исправить. То есть не обязательно вам умирать и страдать. Но вам просто очень серьезно это показать, и осмыслить ваши ошибки, и изменить мировоззрение ваше. То есть это базовые вещи. Еще раз скажу, что нужно быть осторожным. Была хорошая фраза очень у Ивашова, что нужно помогать тем, кто заслуживает помощи, а любить те, кто заслуживает любви. Поэтому есть вот эти границы, за которые лучше не выходить. Даже во имя каких-то там высших идеалов, даже нужно понимать эти вещи. Если вы эти вещи не понимаете, то ваше стремление к хорошему может принести к проблемам, никому не нужным. Косяков у вас будет много ради каких-то вашей мировоззрении хороших вещей. Поэтому это будет достаточно важно. Итак, подытожим осознание того, что вы сделали, и конкретные поступки. И если, допустим, вы говорите, что вы осознали сегодня, осознали завтра, а поступок мы увидим от вас раз в 50 минут, то с такой же скоростью и будет меняться ваша карма. И еще один вопрос в эту же тему. Доброе утро. Есть ли смысл мысленно просить прощения после многих лет? Но если вам это нужно, чтобы вас что-то закрепить, то есть мысленно просить прощения можно, но тогда, когда вы раскаиваетесь в чем-то, и меняется ваше мировоззрение. Есть такая практика семейных расстановок, когда вы просите прощения, например, у каких-то представителей своего рода, но вы просите прощения, показывая, что вы в чем-то меняетесь, что что-то у вас меняется, и это как бы такой же механизм подчеркивания ситуации. Само по себе просто прощение, прощение, оно практически бесполезное. Сам по себе факт просьбы о прощении ничего не меняет. Если это механизм изменения вашего восприятия, вашего отношения, то есть ваша душа стремится к какому-то переменам, и это какая-то отправная точка, это механизм, тогда да, тогда это поможет. Поэтому принципиально важно, в чем суть. Если эта суть понята, и она осмысленна, и вы именно на нее опираетесь, тогда да, это помогает. Например, на подобной технике основана одна из важных идей в семейных расстановках по Хеллингеру. В этом талане да. Если самая суть не понята, не осмысленна, то это практически бесполезно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok